«Мои размышления о войне на Смоленской земле» – на такую тему рассуждали школьники в своих работах Всероссийского конкурса сочинений. 23 декабря в Доме детского творчества прошла торжественная церемония награждения конкурсантов, призёров и тех, кто просто не остался равнодушным к такой тематике. С приветственным словом и со словами благодарности выступил заместитель главы Десногорска Александр Новиков. «Освящённая память всех наших жителей, всех наших сограждан, которые отдали свой долг во время Второй мировой Великой Отечественной войны. И очень-очень приятно, что наши учителя, наши ученики отнеслись с благодарственностью к этому мероприятию». На мероприятие поблагодарить участников лично, вручить почётные грамоты и призы пришли почётные лица Атомграда. Подарки для поощрения учащихся предоставил профсоюзный комитет Смоленской атомной электростанции. «Благодарим учителям, ученикам за их неравнодушие, за их желание показать наше прошлое, чтобы мы вместе знали, какое строить будущее». По итогам конкурса в октябре этого года были определены победители в каждой возрастной группе. В школьном этапе принимали участие 54 конкурсанта, после чего было выбрано 11 работ, которые продолжили участие в муниципальном этапе. А дальше региональный, лауреатом которого признана Елизавета Швецова, ученица 11 класса средней школы номер 2 города Десногорска. Во всех работах школьники называли много фамилий тех героев и участников войны на Смоленской земле. А кто-то писал о своих прадедах, которые воевали с фашистами за свою родину. Безусловно, каждое сочинение заслуживает поощрения. «По-моему, самым главным направлением таких сочинений и таких конкурсов – это присваивание молодежи патриотических каких-то качеств. Потому что в наше время молодежь начинает забывать о своих предках, о том, какой ужас и какую катастрофу приносит сама война». Благодаря таким конкурсам в подрастающем поколении воспитывается любовь к родине и в целом к жизни.